На четырёхкилометровой взлётно-посадочной полосе у самого большого пассажирского самолёта в мире в запасе есть только 130 метров. Я полностью сосредоточился на полосе, на том, как зайти на посадку и на скорости, на удержании скорости. Когда самолёт заходил на посадку в Сингапуре, пассажиры молились. Никогда в жизни так не боялась. Но это ещё не всё. Скорость была на 35 узлов выше, чем нужно. Тормоза нагрелись до 900 градусов. Один двигатель не отключился. Из-за утечки топлива была вероятность пожара. На последних 200 метрах я ослабил тормоза, чтобы проехать ещё метров сто. Я хотел как можно быстрее подъехать к пожарным машинам. Пожарные сразу же облили самолёт огнетушащей пеной. Я помню эту огромную пробоину в турбине. Было отлично видно, что у неё внутри самого корпуса турбины не было. Оглянувшись и увидев всё это, мы поняли, как нам повезло. Да мы просто в рубашках родились. Специалисты осмотрели разбитый двигатель, изготовленный компанией Роллс-Ройс. Всё было гораздо опаснее, чем они думали. По какой-то причине задний диск турбины взорвался, разлетевшись в стороны смертоносными осколками. Один из них пробил крыло, второй — его переднюю кромку, а третий задел нижнюю часть фюзеляжа, оборвав электропроводку и повредив бортовой компьютер. К счастью, осколки не попали в пассажирский салон. То, что эти три огромных осколка от взорвавшегося двигателя не пробили фюзеляж, это на самом деле на редкость большая удача. Государственный университет Уичиты широко известен своими аэрокосмическими программами. Университетские авиаинженеры продемонстрировали, какие повреждения может нанести осколок разорвавшейся турбины. Под деревянным блоком лист сплава, подобного тому, который используется для фюзеляжа А-380. Конец долота очень острый. Он выступает в роли осколка разорвавшейся турбины. 45-килограммовый груз был добавлен, чтобы сымитировать силу взрыва. Однако в лаборатории сделать это практически невозможно. Так как при взрыве выделилось в 100 раз больше энергии, чем ученые собираются применить в этом эксперименте. 3, 2, 1, пошел! Самолеты должны быть максимально легкими. Их корпус не рассчитан на обстрел осколками на сверхвысоких скоростях. Умножьте то, что вы видели в 100 раз. Это как если бы через фюзеляж прошла пуля. Если бы на ее пути попался пассажир, смерть была бы неизбежной. Так что же вызвало взрыв двигателя? Специалисты искали ответ в обломках на острове Батам и обнаружили признаки утечки масла. Обесцвечивание на некоторых обломках подсказало, что следует присмотреться к системе подачи масла. Специалисты установили, что причина была в маслопроводе. Отверстие в трубе было просверлено неровно. Вместо того, чтобы быть посередине, оно было смещено, что привело к утечке. Эта труба доставляла смазку к подшипникам. Но из-за утечки масло попало в самую горячую часть двигателя, что привело к возгоранию. Огонь ослабил крепление одного из вращающихся дисков, и тот разлетелся на куски. Компания «Роллс-Ройс» немедленно взялась устранять проблему и заменила трубы на всех моделях А-380. Несмотря на поломку, карьера этого самолета компании «Куантас» не закончилась. После серьезного ремонта, обошедшегося в 150 миллионов долларов, самолет снова поставили на рейсе. Итак, оба новейших самолета авиаиндустрии дали серьезные технические сбои. Это доказывает, что несмотря на сотни часов предполетного тестирования и проверок, что-то все равно может пойти не так.